На базе Южноуральского госуниверситета создадут лабораторию «Умный город». Глава Челябинска Наталья Котова и ректор Юргу Александр Шестаков подписали соглашение о сотрудничестве. В каком направлении будет развиваться «Умный Челябинск» в первую очередь, знает Эльвира Хафизова. Мы только обозначили стартовую точку. Сам процесс формирования «Умного города» не такой простой. «Умный город» — это целая система, которая коснется каждой сферы, например, медицины. В Челябинске создадут единую систему хранения всех данных, какая группа крови у каждого пациента и у какого врача он был в последний раз. Но впервые изменения в рамках «Умного города» затронут благоустройство. То, что касается города, то, что хотят видеть жители, это благоустройство не только гостевых паршотов, но и других территорий города. Мы сейчас будем работать по направлениям федеральной программы «Городская комфортная среда». Администрация Челябинска и Юргу подписывают меморандум. По нему система «Умный город» позволит грамотно управлять городским имуществом. То есть с помощью информационно-коммуникационных технологий, разработанных в Юргу, можно будет следить за городским транспортом, проверять состояние сетей, фасадов, домов. Для обсуждения проекта «Умный город» Челябинск привлекли ведущих специалистов здравоохранения, образования, культуры и предпринимателей. Это соглашение дало возможность объединить власть, объединить бизнес, объединить людей, которые заинтересованы в развитии города, активную часть наших граждан, и университет, наука и образование. Я думаю, что вот это объединение даст энергию в развитии Челябинска и Кумного города. Участники сессии предложили гармонично объединить зеленую зону Челябинска с городской средой. Набережная реки Миас должна не только стать зоной отдыха, но и визуально сочетаться с городской средой. Был предложен проект формирования поймы реки Миас в виде зеленой зоны, в виде зоны, привлекательной для вложения инвестиций, в том числе для жилищного строительства, которое бы сочетало зону парков, бульваров. Ближайшие проекты будут осуществлены уже к 2020 году к саммитам Шоссе-Брикс.